привет всем привет моим подписчикам привет каналу мужики вот я вам сегодня хочу показать кстати у меня новость у меня появился новый ученик который приехал издалека из города хасавюрта далекого дагестана вот он приехал учиться снимает звать его баха вот хороший парень вот недавно парень я вам говорил что стали присылать мне в деле там на ремонт на то носил вот прислал мне карбюратор и хотелось познакомить как ты поближе подойди может это поближе так так не видно вот карбюратор 20-40 1-7010-10 этот карбюратор видите чем он интересен он значит у нас стал делаться в запчасть когда шел карбюратор 20-40 смеси там с пхх здесь стал некрепокричатель а потом запчасть делался не оборудованной системой принудительно-холостого хода и появился вот такой образец на старых москвичах который стоял просто винт вот здесь вот вместо вместо экономайзера это мне нравилась такая очень система удобный и хороший карбюратор к нему приводом вот парень прислал из далекого далекой кемеровской области город белого звать его василий вот он просил очень гитна и покажите пожалуйста ролик как вы будете делать мой карбюратор не столько нужно ютубу сколько может ему разницы нет и ютубу тоже быть интересно я как-то показывал 20-40 карбюратор значит его ремонт вот мы сейчас я вам скажу чем интересен этот карбюратор чем у него такая фишка и значит все началось с того что у этого василия на автомобиле пропал холостой ход он поехал к мастеру это я разбирать уже начал примерно он поехал к мастеру ребятам сейчас покажу что мастер этот сделал не знаю может это не мастер может я зря его ругаю ну это кошмар мужики это просто кошмар но в этом карбюраторе примена такая компоновка я до сих пор не знаю зачем она применена ну примерно догадываюсь что это наверное все таки сделано для холостого хода так вот мне вроде как я слышал и старый карбюратор посмотрите где у него компонуется холостой ход жиклер холостого хода у них видать не было жиклёра холостого хода и тогда не знаю где он находится я так мое мнение такое сейчас телефон уберу мое мнение такого смотрите он он точно так же холостой ход как на к 151 карбюраторе стоит эмульсионный колодец так вот он смотрите вот воздушный жиклер вот эмульсионный колодец холостого хода а вот сам жиклер 50 значит все просто забирает топлива поплавковой камеры давай вот так вниз посвяти туда хорошо так поплавковой камеры отсюда забирает и все так же потом двигается поднимается сюда через это вот отверстие уходит здесь смешивается уходит вот в этот канал смотрите канал двигается здесь далее происходит второе смешение винт вторичного эмульсионного смехи вот я его пока снял там потом приходит на канал холостого хода в дроссельной заслонке в корпусе и так происходит работа на холостом ходу но вот как мы здесь с вами видим здесь стояла заглушка хорошая ровненько аккуратненько заглушка для на заводе поставлены так нет этому товарищу ну может он не знает черт его знает я не знаю посмотрите заглушка смотрите я сейчас ее отковыряю смотрите ребят это ваха ты снимай снимай ваха чеченец красавец парень как струна натянут весь стройный как лоза виноградная смотрите вот видите это и вот как он разбомбил все так смотри сейчас пронесу фонарик вот видите смотри разбомбили все он смотри свети он ведь мужики весь канал разбомбили а ведь там сидела себе заглушка никому не мешала помогала работе холостого хода нет же теперь чем не с ней делать а парень грида или покажите пожалуйста ремонт как я покажу ремонт как ну как ну эх маха муха постараюсь чем придумать конечно ну как можно так искурочить карбюратор я вот предлагаю здесь забить сюда дробину возьму вон возьму своего покажи вам того лысого возьму у своего соседа соседа возьму дробь он мне картечину даст я забью это мой друг мужики женька дробью не 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 надо же не надо ничего вот так вот мужики смотрите внимательно сюда вот вот здесь он расковырялся здесь как все безобразно сделано то ли он можно же просто рассверлить ну хочется добраться здесь ничего хорошего здесь нет здесь заглушка стоит ай маха маха вот когда-то не знает человек не хрен лезть ну лучше спроси узнает что за заглушка чё за система лезут узнают что в этом месте должен быть жиклер колостого хода а у нас другом месте находится сейчас такие карбюраторы очень большая редкость потому как посмотрите раздолбанная прокладка рецепрокладку новую собирать делать как-то где-то искать вон видите прокладка вся сломалась будем делать новую что ж поделать вот это отверстие под воду воздуха систему холостого хода вот смотрите вот отсюда забор воздуха идет сюда приходит сюда сюда приходит ну интересно своеобразная очень система завихрения тут обалденно вообще весь я могу просто об этом карбюраторе сказать пару слов когда-то я на нем писал диплом ну конечно не обо всем о системе холостого хода о регулировке токсичности его постоянство со стали смеси то есть он действительно как его ни крутил у него всегда токсичность стабилизируется будем говорить минимальная токсичность и он даже завоевал в каком-то году не знаю там премию то ли государственную то ли ленинскую получили этим создатели этого создатели этого этого карбюратора значит ну вот я вам показал все основные моменты которые которыми значит потом мы почистим все это в ролик конечно не войдет почему потому что что-то будем делать принимать вот здесь у нас смотрите а нет фланец вроде бы все равно мы его все равно мы его отрихтуем немножечко корпус самое то интересное вот этот вот канал сюда приходит топливо приходит и сюда выходит вот эту вещь но он как-то закрыть так чтобы она не мешала системе холостого хода а может быть даже я так думаю что почему не было холостого хода так как здесь травил воздух здесь подается в воздух много его и все тоже холостого хода не будет он будет бедный ну и куда-то пришел куда-то пришел не его сейчас мы наверное на этом прервемся я оставлю за кадром все ремонтные работы на карбюратор я показывал 20 не 40 я с вами показывал жиклеры 109 157 150 170 это у них стандартный жиклер на эти карбюратор вот такой вот внимание интернет мы продолжаем этот ролик мужики вот смотрите у нас передо мной значит корпус 305 карбюратором василия с 21 40-10 который значит прислал мне на ремонт и вот он я ему обещал выложить его это мы продолжаем роликом помните вчера я его снимал разборка то все вот сегодня у меня мой товарищ теперь уже ученик дагестана вот он его всего на штаб чистил все насти его что мог с него там грязь все убрал вот смотрите ребята значит он мне предложил это вот стать его предложение вот руки то у него и голова то варит значит вот здесь вот стоял вот в этом штыре стоял заглушка свинцовая а раньше здесь стоял воздушный жиклер колостого хода а сейчас жиклер стоит вот в этом отверстие вот в этом ну такая компоновка колостого хода а здесь то была заглушка завода но мастер не знаю почему кто это сделал там в сибири кемерской области он взял его решил выбить она не выбивается носить плотно кончить высверлил корот вы видели да вчера каком состоянии это было значит что-то надо придумывать что вы сделали вот вытащили отсюда свинцовую заглушку вот такой штырек нашли я его заточил и он приходит прямо в конец вот сюда вот приходит вот он до конца упирается для чего дядя тоже выбил заглушку свинцовую отсюда чтобы вот этому каналу вот эту смотрите ничего не мешает канал колостого хода вот мужики вот сейчас мы значит холодной сваркой все это сделали вот он предложил а почему мы сделали сейчас не было бы штыря холодная сварка бы залезла прямо в канал и перекрыл нам канал колостого хода что очень даже не интересно опять не будет колостого хода вот она сейчас у нас засохла сейчас выберу вот этот вот вытащу штырек и мужики мы будем собирать этот карбюратор и его надо посылать уже сколько можно человек сидит без потом я выложу его в интернет покажу вам мало того надо же его поставить на что-то значит возьму какой-нибудь жигуленок у кого-то на дыбу сниму тот карбюратор поставлю этот василий ты меня слышишь вот сколько ты мне геморрою там наделал ну что ж ты я обещал значит надо слово свое держать итак мужики до следующего ролика значит я покажу как он работает вам все четко давайте итак мы продолжаем дальше ролик ролик длинный получается ну ничего так хозяин захотел значит мужики мы собрали ру это карбюратор практически все готово все поменено все что нужно мы поменяли вот значит что не нужно то оставить никакой роли не играет посмотрим посмотрим как работу сказать насоса смотрите на тёмном фоне вот так как нибудь на тёмном фоне а на тёмном фоне хорошо помните брызги то есть раньше не брызгал ну так не так сильно брызгал видно да да отлично все ребят ну практически все да мы еще здесь забыли заглушку забить сейчас забьем вот такая дробь вот такая вот оправочка для забить и заглушить вот так раз то есть мы ее разглушали и вот так вот раз и очень даже неплохо сидит вот этот можно срезать посвяти сюда прекрасно забитая заглушка то что где она стояла там она и стоит мы же ее как бы технологически помните брали делали иначе если мы ее оставили в покое то вот у нас стоит холодная сварка она уже у нас как камень застыла многие значит мне говорят да они не будут держаться разные расширение температуры может на кто поправит ну посмотрим мужики поживем увидим поживем готов видим да вот так вот все уже как бы все прекрасно все собрано все замечательно сейчас последний штрих ставим крышку тоже уровень все поставили значит так здесь так 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 где у нас еще два 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 сейчас так сейчас я излетим пока сюда я сейчас еще два винтика принесу же один уже один винтик раз еще один принесу и все карбюратор ребята готов ребята вот практически карбюратор готов ждет только знаете чего ждет момента когда придет машина какая-нибудь мы у него попросим чтобы снять карбюраторы парня нет такой возможности уборка что попросили уборки это машины нет борьки машину нет там газобородный опять мучить снимать нахер все там надо сейчас телескопичку ставим василий дорогой вот твой карбюратор готовенький хороший сейчас у него топливо выкачаем все нормально не зажавеет зато пусть там бензин будет папа говорит сынок иди полей клумбу к керосинам в литве папа а зачем они исповянут ну и что зато пулемет не заржавеет пулемет не заржавеет вот так вот так вот ребята полот Василий дорогой все у тебя прекрасно теперь не знаю сколько времени пройдет пока мы найдем машину ладно потерпишь все ребята до следующего ролика выключай итак значит всем привет опять же ребят мы продолжаем наш ролик помните я рассказывал про ролик который с кемеровской области город белого Василий а прибыль прислал мне мы его давно делаем уже четверга по моему то нет то нет машины то есть машина но нет возможности короче сегодня воскресенье появилась возможность машины нам предоставили такую возможность вот мы значит окончательно подожди к финалу этого карбюратора помните вот я вам говорил вот видите экономайзер временно вот карбюратор стоит родной с газовым оборудованием а мы просто так временно поставим посмотрим покажем Василию как работает его карбюратор чтобы это было не голословно чтобы это было за кадром остались много работа вы знаете значит рихтовка чистка продувка замена некоторых узлов там диафрагмы и так далее так далее его стеклап мы не стали менять он хороший так давай Ваха заводи вот он прекрасно работает смотрите Ваха иди это регулируй смотрите да ладно возьми отвертку Василий смотри горочка твоя сейчас он будет закручивать мы уже отрегулируем его закручивать туда смотрите глохнет машина глохнет 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 так хорошо отворачиваем вот появилась горка еще отворачиваем еще 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 хватит теперь проверяй работу воздуха открывай открывай спокойно регулируется все хорош холостой ход на месте нам в принципе и надо было искать только холостой ход но мы все остальное проверим вот смотрите это я уберите это так ну смотрите вот пусковой работает вот вот работает у нас первая камера а вон работает вторая а там 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 так итак Василий для тебя ролик снимаем вот значит дорого он станет Василий так как он его прислал сюда уже заплатил деньги за пересылку сейчас я заплатил за пересылку я еще за работу возьму я возьму приемлемые деньги бюджетные, ничего тут страшного нет ребята просто не повторяйте пример Василия почему? потому что я все почту забьете мне сразу если так вот буду с каждым общаться каждого выкладывать ролики старайтесь по моим роликам ремонтировать сами итак до новых встреч до новых роликов с вами был Ян Иль Порошин всем привет крепкого здоровья всем